Более 40 тысяч рублей потеряла Саровчанка после того, как решила продать детские санки. Женщина разместила объявление в интернете. Спустя некоторое время нашёлся покупатель, который перевёл оплату. После злоумышленник выслал потерпевший на электронную почту бланк, который нужно заполнить. Он якобы подтвердит, что оплата поступила на банковскую карту продавца, так как товар нужно отправить в другой город. Местная жительница, не подразумевая обмана, заполнила представленную ей на электронную почту форму, внеся в неё реквизит своей банковской карты. После чего с принадлежащей ей банковской карты двумя транзакциями были похищены денежные средства в сумме 40 600 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Ещё одна соровчанка под воздействием мошенников сама стала преступницей. В конце ноября сотрудники Росгвардии заметили женщину, которая обливала из канистры припаркованное авто у здания прокуратуры, пыталась поджечь его. Злоумышленницу задержали. 65-летняя местная жительница сообщила полицейским, что ей на мобильный телефон позвонила женщина, представилась менеджером банка и сообщила о том, что была попытка оформления кредита на имя потерпевшей. Для того, чтобы дистанционно предотвратить несанкционированные операции, по счёту собеседница рекомендовала отправить денежные средства на якобы резервный счёт. Действуя по инструкциям, жительница города Саров перевела 370 тысяч рублей на номер счёта, который продиктован при телефонном разговоре. После с женщиной снова связались якобы сотрудники банка, которые сообщили, что все деньги похитил правоохранитель и за ним ведётся наблюдение. Мошенники убедили пенсионерку помочь задержать злоумышленника. Они поручили саровчанке поджечь автомобиль, чтобы хозяин вышел на улицу, где его бы и поймали. В итоге задержали саму женщину и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ей избраны меры по чечению. Также установлено, что автомобиль, который подошла пенсионерка, принадлежал инженеру, работающую в Национальном исследовательском институте. ГУ МВД России по Нижегородской области призывает граждан внимательнее относиться к звонкам и сообщениям, где собеседник даёт какие-либо инструкции для противозаконных действий. Правоохранители напоминают, что гражданские лица не привлекаются к проведению операций по задержанию преступников. Если вам дистанционно поступают такие предложения, прервите разговор и сообщите в полицию. 6 декабря с 15 до 16 часов заместитель начальника МУ МВД России по ЗАТО Саров Сергей Трусов проведёт прямую линию по вопросам получения госуслуг. Задать вопросы и оставить отзывы о работе в этом направлении саровчане смогут по телефону 8 831 30 60508. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.